Сегодня родители платят не только за питание детей в детском саду, они платят полностью за уход и присмотр, в которые и входит в частности питание детей. Мы сегодня видим, что идет удорожание продуктов питания. Это тоже сказывается на этом. Если мы осенью закупали, например, те же овощи по одной цене, то сегодня это совершенно другая цена. Если молочные продукты были осенью по одной цене, сегодня это тоже уже другая цена. И рост идет, в общем-то, конечно, повсеместно. Что касается питания детей, считаю, что в детских садах нормальное, полноценное, сбалансированное питание на сегодняшний день. Это пять раз в день, включая второй завтрак, на который дети получают фрукты. Повысив стоимость питания, нужно сказать, что улучшение, оно идет. И видно это улучшение. Во-первых, чаще у нас стали даваться детям фруктов. Во-вторых, это появление мясных блюд тоже чаще. Например, вот в нашем детском саду рыбные блюда мы все перенесли на ужин. Если раньше в обед было рыбное блюдо, то сейчас на ужин, а в обед мы даем мясо. Еще по технической части. У нас дедушка, который у нас уже ушел, он говорит о том, что печи старейшие, древние-древние. А само техническое оборудование, есть ли возможность надеяться на то, что все-таки обновят садик? Хоть в каких-то садиках, может, уже планируют? Вы знаете, конечно, здесь нужно признать, это сады построены у нас в 70-х годах. Есть даже сады, вот первые, они в конце 60-х годов. Вот сад, в котором мы находимся, в 68-м году построен. И с тех пор, конечно, оборудование не менялось и не обновлялось. Мы очень надеемся, что модернизация образования... Кстати, вот надо сказать, что в прошлом году было обновление оборудования в школах. Все пищеблоки в школах сейчас имеют новое оборудование. Это по линии модернизации образования. Мы надеемся, что она коснется следующим этапом и дошкольное образовательное учреждение. Мы ждем, что у нас поменяются и электроплиты, и все остальное электрическое оборудование. Первый детский сад открылся, новый детский сад. Конечно, там современное оборудование. Но только техническая составляющая пока, мне кажется, с этой стороны. Кормежка, все такое, все хорошее вроде как, да? На ваш взгляд, как? Конечно, конечно, конечно. Каждый детский сад старается, чтобы это было и вкусно, чтобы это было с учетом возраста детей. Ведь у нас строится меню еще и с учетом возраста детей. Если это дети до трех лет, это одни блюда. Если это дети с трех лет, это значит, уже разрешены другие блюда. Есть документ, по которому мы, в общем-то, работаем. Это основной наш документ по питанию. Это санитарные нормы и правила. Сейчас новые санитарные нормы с сентября 2013 года вступили. И, конечно, ни один руководитель, ни один детский сад не пойдет на нарушение этих норм и правил. Где прописаны все продукты, которые разрешены для использования в детском саду. Все продукты, которые запрещены в детском саду. И, естественно, если продукт попал под запрет, мы его ни в коем случае не даем детям. Как бы нам этого не хотелось. В старом Санпине, например, вот если сравнивать 10-го года и 13-го года, там шли колбасные изделия для яслей. Сегодня мы в новом Санпине колбасные изделия для детей до 3-х лет в запрете. Мы не делаем этого и не даем детям ясельного возраста колбасу. Последний небольшой вопрос. Сегодня нарушения какие-либо выявлены были или не было ничего такого, что претензий в свободу? Сегодня нарушений выявлено не было. Существенных, надо сказать, пожелания были. Пожелания, конечно, хочется видеть новые оборудования на пищеблоке. Повара опытные, повара работают с душой, повара стараются приготовить. И мы сегодня вот сами видели, с каким удовольствием большим детки, даже маленькие, они, в общем-то, кушают, стараются кушать. Поэтому, конечно, в принципе, все так, да ладно.